так друзья вторая серия почти без перерыва говорили в яблоньки говорили-говорили договорить не смогли но другого такого случая не будет что общая коллекция чернобаев-железов-железов-чернобаев итак значит рассказывал про квинти вот на украине крупнейшие роскошнейшие вкуснейшие темно-бордовые яблоки у чернобаева получились вот такие а мои извините по гостям разошлись хотя мои примерно были вот такого размера это жигулевская но примерно такого размера такой же окраски ну естественно еще и вкуснее это канада вот это я с этих слов я начал вторую серию проверяю и отрезать потому что 20 минут и она сама отключается зараза да запись идет еще еще не все с яблонями закончили так что это у нас ли вы это было так еще не все яблоки давайте переходим теперь мой сад начиная самого скромного это чудо из чудес это аленушка полу культурка которая может расти до красноярской 450 км там тоже есть микроклиматы где-то город вонючим дымом утепляет сады где-то близко где-то близко а кстати сада вот это первая серия показывал саженцы выкопанные вон они упакованы для них да вот я спрошу вот откуда вы хлопцы если с берега незамерзающего не сеет то у вас все это расти будет вот но еще раз полу культурка аленушка супер морозостойкая у меня она выращена на подвое это культуре на и сибирке значит ее можно и в красноярск и не только в микрозоны а из-за красноярск еще и до это да откуда уже сто лет никто не приезжал еще из до и не сельская даже севера и не сельского вот это вот аленушка я начался скромный уж простите что начал то начал на другом конце я это называю знаете как это называю на другом конце ой чернобаев пропустил свекольная вот извините делами взял это чудо посуде красота какая называется свекольная полюбуйтесь кстати похоже на ленушку только крупнее в два раза видите это свекольная все что сейчас лежит это ползимы минимум может лежать потому что это все с дерева вот чернобаев специально для меня это делал вот так а а это я не помню то ли показывал то ли нет то ли показывал то ли нет заилийская вы знаете почему я его привношу мне черенки заилийского давал мне чернобаев давал мне моднор борисович царство его небесное вот и он его фраза да полностью всю жизнь констративность погреб лежит десяток сортов я бы все прекрасные но пока заилийская не съедим кстати не думайте это вот такой это крупное отборное яблоко но пока заилийские мы не сидим мы одного другого сорта не а они же заелись это же семья боднара ни одного яблочка не сидим пока заилийская хотя бы одно яблоко лежит погребе вот это вот но получилось в этом году вот такие ну что ты будешь делать все время вторых фильм оправдывать засуха заражает большой вот это еще принадлежит чернобаеву мое дерево уничтожил ураганный ветер вот так бывает оно было одно а потом не до него не до него и 20 лет не до него вот жалуюсь вам видите еще что покажу значит еще обещал чернобаеву во первых то чего у него нет он мне все это ну тут если все собрать получилось почти три ведра не хочу так прошу прощения жизнь не отнимешь алё давайте так по поводу косточек вы живете в томске так я попрошу прощения я сейчас середина съемки фильма вот я прям в саду снимаю тут такая у меня роскошь что сам не верю сейчас ущипну себя мне на столе будут лежать одни ранежки после ущипания я попрошу позвоните мне где-то через час и мы про косточки поговорим ладно пожалуйста так ну не футболистый человек как мог как мог объяснил так как бы оправдался теперь значит а и так вот это вот роскошь опять мелковатый немножко это чернки я обещал чернобаеву вот с моего стола его столу а я когда его просил дмитрий мне нужно яблоки для рекламы тем более большую часть сортов это мои он мне я просчитаю черенками какие у тебя есть golden нету за один golden я готов это чуть не сказал что я готов боюсь сглазить так вот это это розмарин и так перед вами розмарин видите вот это уже с моего стола с моего сада так кладем сюда так сейчас яблоки закончу жигулевшки в этом году крайне мелкие крайне крайне смотреть стыдно на них вот обычно до 350 редкий случай 400 грамм вот рассказываю я хочу рассчитывать на несколько фильмов нельзя же так только анатона об одном и том же лет пятнадцать двадцать назад я познакомился с филиппиевым один из выдающихся садоводов любителей профессионалов прививальщиков великолепных никто не учил но интуитивно вот в садах тысячи деревьев в том числе и жигулевских от него в садах я всегда приводношу своих друзей я дружу дружу я горжусь такой дружбой вот никакой конкуренции никакого соперничества и вот тогда на рынке Володя как дела ни хрена говорит не берут и вот стоит он саженцы прекраснейший лежит несколько примерно ну вот мне есть поменьше немножко жигулевские да нет меньше нету вот они вот они то есть они лежали ну почти такие я говорю ну ты знаешь сайногорство удивить иду в машину достаю с багажника у меня там полный багажник было жигулевских достаю с багажника в два раза крупнее примерно по размеру вот таких он говорит да неудобно так это жигулевские ну я люди потом скажут что я их обманываю а что ты взял что у них такие не вырастут вот и короче а он стесняется это самый порядочный из садоводов кого я знаю нет бывает порядочные но порядочные его уже нету и вот тогда я демонстративно забираю вот эти вот среднего размера просто демонстративно забрал еще раз входил в багажник десяток вот таких вот жигулевских но это не жигулевская это апорт но все равно поверьте вот таких ползал вот торгу и не морочь себя голову вот вот это был такой один из моих случаев и так жигулевские вот они вот это от нашего стола так значит ой я не спросил что-то он не хватался антоновкой но если нет я ему дам черенок мы до сих пор успокоиться не можем то тут он мне то я ему вот ну и получается вот она антоновка это мне пришлось сорвать с дерева ради этого стола потому что они висят и падать не хотят это поздний зимний сорт вот сразу скажу здесь нету так уж получилось у меня сожгли сад где как раз вот такие вот жигулевских было 500 деревьев кроме прочего да вот и сейчас я получил большой брешь я вам не могу угостить пипина шафранным помните все те годы я вас угощал и хотя бы виртуально угощал вот образно вот и синап северный вот тут его тоже нету но это тоже украшение будущих садов поверьте мне еще что показать что 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 закончить с яблоками чтобы закончить чтобы закончить вот так у меня есть несколько безымянных сортов я их не стал сюда класть ну по моему достаточно по моему достаточно вот потом это когда приедут красноярцы Андрей ты тут надеюсь будешь рядом дело в том что они будут говорить так знаешь как они будут говорить а хотим это я только покажу яблоко хотим то раздражаю их ладно ну это же прием торговский дальше перехожу сливом а потом грушам и так вот это слива называется вот официально сейчас погодите официально это слива Ника порозовела наверное от стыда за не брать все половые связи вот она видите тоже буду угощать вот она надеюсь у Сергея найдется саженцы такие а ты Нику приготовил да вот она Ника это то что я вам показывал в первой серии стоят на улице вот тут рядом приготовленные контракты вот она такая это Ника одному из клиентов которого сегодня утром прочитала письмо такое немножко грустное вот прислали косточки показались мелкими какие есть такие есть плоды какие есть такие есть так это одна и где-то ага вот смотрите есть чистая Ника смотрите без обмана вот это мне дал чтоб я вам показал Чернобаев так сейчас вы увидите сенсацию сенсацию вот она вот такие были из такого дерева взяли черенки вот такие получились это еще не самое розовое деревьев несколько вот а вся разница в том что вот это черенок с такого моего железовского дерева было привито на его бай на ну назовем ее оранжевого цвета оранжевого цвета плоды плоды вая и вот такая объектативная гибрид прививка поменялась цвет с такого на такой вот этот момент ну я уже отдельный фильм где я пытаюсь повторить его успех частично получается но не полностью что хотите я металлолог а он художник куда нам за художника угнаться так смотрим ага запись идет ну и наконец как бы еще быстрее пошли груши смотрите лесная красавица это моя гордость раздобыл я дорого это мне стоило мельчайшие плоды вы поверите что плоды бывают 400 грамм а у меня в руках 150 если не меньше вот красоты необыкновенные когда до солнца вот вот у меня сейчас на дереве они еще висят вот он не знал что у меня еще на дереве есть положил ведро вот а на самом деле я их буду есть до самых до морозов уже будет минус 0 минус 5 минус 8 я все буду с дерева падать я буду есть но она не считается зимней вот она сильно сладкая необыкновенно в эту пору поэтому месяца два пролежит не больше я считаю все таки лесная красавица осенний сорт ее нашел в бельгии в лесу в готовом виде без всякой это без всего без селекции нашел ее в фермер назвал раз в лесу нашел назвал лесу красавица следующая груша мраморная вот эта груша не моя где он ее мог достать у лестовских у тоторова вот не знаю вот она когда хорошо окрасится она вот такой вид имеет видите прекрасный сорт вот ну переехала ко мне уже так от него ко мне еще груши остались нет а мои остались самое интересное оно давно лежит которые были два раза крупнее как-то незаметно со стола поисчезали так бывает вот гостей там много и исчезла со стола громадина вот это вот то что а что же он мне не положил гигант подмосковья моя гордость которая переехала в Чернебаево наверное забыл еще неделю назад у него висели и вот это гигант подмосковья они несколько я сюда ложил своих не дотягивали до классики до 550 до 600 ну 400 было ну исчезли теперь это ладно видите сколько я уже пальцев загнул чего тут нет пипина шафранного нет вот значит сенапа северного нет это те которые до следующего урожая лежат вот и нету гиганта подмосковья груши но вы уже видели не раз в моих фильмах так это если не смотреть что она уже портится вовсю вот космическая одна из сладчайших начинает портиться знаете как вот так вот у нас разные версии я считаю птица выклевывает а Чернебаев подозревает что это эти какой-то жук как его назвать бронзовый вот не знаю вот оба правы или оба не правы вот так случается когда это начинается и маленькая дырочка начинает загнивать и так перед вами одно из самых вкусных космическая раз это мой сад так значит память яколева по-моему у него нету вот а уже сгниет во всю почему это стол был завален и чего-то брали чего-то угощал чего-то нет вот и время память яколева ушло вроде бы осеннее но не очень осеннее так теперь смотрим на еще есть съемка да сейчас скоро закончим я надеюсь успею и так память яколева это высшая лига значит еще раз это высшая лига я имею ввиду космическая это те которые безупречный вкус а сейчас я покажу интересную штуку вот это вот груша сварок а я называю полукультурной у нее в родителях французский сорт шикарный вот умудрились ученые сделать редкий случай когда у меня от них это от бойковой она один из авторов этого сорта байкова директор гостову вот по совместительству мой друг Грина Николаевна уже на пенсии вот что интересно когда молодое дерево еще и урожай непредельный урожай взрослого дерева 30-40 ведер и они очень невкусные на молодом дереве и когда то память есть такой Володя был царство небесное первый раз меня угостил ей это потом приезжала Байкова ко мне в гости директор гостову и признала что это ее сорт а так она пошла по рукам уже я брал от простого любителя и когда я в его саду ее обнаружил я ее не ел нет что я жрал 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 у меня по бороде текло вот а тогда на груши был такой дефицит что я считал просто вкусней не бывает сейчас она небольшой такой кислинкой горчинкой вот но если бы однажды у меня 20 ведер запомнил по 200 рублей это давно было не купили шушенцы они ковром лежали я бы вообще за грушу не считал но они опять не видя видимо в жизни ничего не едая слаще морковки они ее ели 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 в моем саду и 20 ведер везли потому что съесть не могли вот так бывает вот поэтому вот эту грушу я расхвалил супер морозостойкой прекрасный подвой продаю семечки не для выращивания все таки у него в родителях же дикая уссурицкая груша мало ли позориться только как подвойные сорта подвойный сорт ой неужели все тут есть нет не все колонна видна внимание внимание где там у меня делается а вот она у меня несколько разных разных деревьев несколько ну часть всего вот это вот это бар гузин знаменитый вот ну что все сейчас отключится подзаряжу вот подзаряжу странно подзаряжу 30 подзаряжу вода вода вот а Sort подзаряжу конкупов